мы начинаем создавать меню в программе adobe encore cs5 для начала открываем программу я себя пишу сейчас меня видно сильно и отражаюсь закройте чуть-чуть выбираем новый проект вводим название вводим путь куда будем сохранить сохранить это все и дальше выбираем 9 в этой графе выбираем пол если мы не уверен сразу пол или у нас по автоматически будет стоять нтс то мы возможно наше качество очень сильно пострадает изменить эту настройку эту графу впоследствии после создания проекта мы уже не сможем поэтому на это нужно обратить внимание следующие настройки в данной графе мы выбираем количество битов для этого мы обязательно должны посчитать видео калькулятором и выбрать необходимое количество которое мы уже заранее знаем в пункте аудио значит здесь у нас есть pcm это волновая форма пик 1 это соответствует форматом пик и долги дикта в это 1 и 5 которая как раз у нас соответствует нашей камере к тому же долги дикта занимает меньше места на диске поэтому в любом случае выбираем его нажимаем два раза окей получаем проект переходим во вкладку project и выбираем наши файлы импорт as asset у нас заранее подготовленные файлы которые состоят из отдельного волновой отдельная звуковой и видео файл но это не важно абсолютно может быть отдельно может быть вместе совмещенные два файла это не имеет никакой роли загружаем наши файлы пока загружается, можно сказать про то, что мы заранее подготавливали наш файл в определенной программе, которая называется Carbon от фирмы Rosum. Она у нас находится на рабочем столе. Вот так она выглядит. Эта программа позволяет качественно перекодировать в DVD. И после прогона в этой программе нам остается только авторить на диск те файлы, которые нам необходимы. Эта программа позволяет сохранить качество, видео улучшить его, позволяет убрать вот такие вещи, которые у нас здесь возникнут, полосочки по бокам, чтобы у нас не было никаких изъянов в наших видео. Эта программа помогает нам. Итак, загрузилось наше видео. Для того, чтобы нам его увидеть и работать с этим видео, нам необходимо положить эти файлы, видео и аудио, на таймлайн. Для этого мы их выделяем, правой кнопочкой нажимаем, NEV таймлайн. Вот у нас оказались на таймлайне оба файла. Они синхронизированы между собой, и проблем у нас не возникнет. Зачем они нам нужны на таймлайне? Для того, чтобы мы могли создать части для меню, которые потом будет человек просматривать на своем видеомагнитофоне. Итак, первая часть у нас уже создана. Вот здесь есть маркер. Его плохо видно. Это первая часть. Для того, чтобы нам просмотреть, в каком, какое окошечко будет высвечиваться при первой части, мы немножечко пролистаем, выберем нужный момент для первой части, например, вот этот. Вновь нажмем на этот маркер. Правой кнопкой выделим и нажмем SET POSTER FRAME. Первая часть у нас есть. Выбираем вторую часть. Какой-нибудь интересный момент, например, прогулка. Мы выбираем вторую часть, нажимаем правой кнопочкой и выбираем ADD CHAPTER POINT. Для того, чтобы выбрать скрипт для данной части, мы вновь пролистываем немножко, выбираем нужный момент, интересный. Заново нажимаем на маркер, двоечку, правой кнопкой, и выбираем SET POSTER FRAME. И так делаем столько частей, сколько нам необходимо. Мы сделаем еще одну, например, ресторан. Вновь это CHAPTER POINT и картинка для этой части, например, это. Вновь на маркер нажимаем SET POSTER FRAME. Итак, мы создали три части, разделили наш файл. Теперь нам необходимо загрузить те файлы, которые мы заготовили заранее. Они у нас в отдельных папках, для меню. Вновь нажимаем файл, IMPORT AS, ASSET, и загружаем подготовленные файлы. Наши подготовленные файлы – это анимированные фоны, вот они у нас заранее подготовленные в других программах. Через CTRL выбираем для главного меню и для меню разделов – анимированные фоны. Нажимаем ОК. Далее вновь файл IMPORT AS, ASSET. Выбираем. Мелодию для нашего меню. Выбираем заставку заранее подготовленную, тоже через CTRL. Выбираем два файла, нажимаем ENTER. И только теперь мы выбираем файл IMPORT AS, и теперь уже не ASSET, а меню отдельным файлом. И выбираем меню раздела, например, главное меню нам необходимо. и меню разделов. Точно так же через CTRL, ENTER. Вот, меню у нас, видите, таким светится оранжевыми иконками, потому что мы его загрузили именно как меню, а не как просто файл. И таким образом мы сможем его редактировать. После того, как у нас загружены эти файлы, мы можем редактировать наше меню. Первоначально, как ни странно, мы будем заниматься меню разделов. Сначала будем редактировать, а уже после меню главного. И так, когда мы щелкнули дважды на меню разделов, то получили вот такую картинку, которая у нас заранее подготовлена. И тут необходимо оговориться. В этой картинке есть фон, хотя мы собирались сделать анимированный фон, который у нас подготовлен. Если у нас не будет вот этого белого фона, который мы сделали в фотошопе, либо другого фона, либо мы просто его отключим и сделаем его прозрачным, то программа Adobe Encore никогда не увидит те вещи, которые мы будем делать с анимированным меню. То есть она просто-напросто не понимает, что происходит, и нам обязательно нужен какой-нибудь подложка, то есть нам необходим фон. Вот у нас в данном случае есть белый фон, и сейчас я хочу на этот белый фон наложить анимированный фон, который у меня был подготовлен заранее. Я выбираю окошечко Properties, выбираю Motion вкладку, нажимаю на скрученную пружинку видео и тащу ее, просто тащу в окно Project на тот файл, который мне необходим. В данном случае это меню разделов, вот это тот самый анимированный фон. И бросаю элементарно. В данном случае я вижу, что на место белого фона у нас стал фиолетовый анимированный фон, но он пока не анимированный, он просто статичный. Чтобы он стал анимированный, нам необходимо будет впоследствии, можно это делать не сейчас, нажать кнопочку File, Render, Motion меню. Это просто-напросто просчет. После того, как мы просчитаем наше меню, у нас задвигается этот фон, и мы увидим, что же мы там натворили. Но пока мы этого делать не будем, переходим вновь во вкладочку Properties, Motion, и то же самое, что мы делали с видео, мы делаем теперь с аудио. Выбираем графу аудио, берем пружинку, зажимаем левую кнопочку и тянем на подготовленную мелодию. Вот у меня меню мелодия в окне Project. Бросаем. И видим, что у нас здесь уже не пусто, а выбраны именно эти файлы, меню разделов и меню мелодия. В графе лоб обязательно должно стоять forever, то есть навсегда. То есть будет проигрываться бесконечно то, что мы поставили выше. Итак, частично мы подготовили этот файл, это меню. Теперь нам нужно разобраться с окнами просмотра. Мы выделяем эти окна просмотра. У нас их будет три, потому что мы на три части разделили наш файл. У нас будет три окна просмотра. Их можно будет сделать любой формы. Их можно будет редактировать, выделять какие-то тень, ставить и так дальше. Для того, чтобы просмотреть, например, кнопочки, которые будут загораться при наведении курсора, нам необходимо нажать вот эту среднюю такую овальную кнопочку, и мы увидим вот наши красненькие маркированные элементы, которые зажигаются при наведении в DVD-проигрывателе на данный объект. Итак, для того, чтобы редактировать окно просмотра, нам необходимо будет нажать на курсор черного цвета или на клавиатуре нажать клавишу A. Теперь каждый элемент, который у нас есть в окне просмотра, мы можем редактировать. Отдельно иконку, отдельно титры, отдельно маркер красного цвета. Итак, вот мы выбрали, немножечко поставили ровнее, ну, теперь мы уже можем все вместе совместить. Вновь нажимаем на обычный курсор или клавиша V на клавиатуре. Выделяем весь, все окно просмотра и уменьшаем до нужного нам размера. Например, вот так будет у нас. Теперь нам необходимо копировать этот этап на просмотр трижды, поскольку у нас всего их будет три. Для этого мы выделяем его еще разочек. Один у нас уже есть экземпляр, необходимо еще два, да? Зажимаем на клавиатуре Ctrl-C, это мы скопировали. И теперь нажимаем Ctrl-V раз, и еще раз Ctrl-V. Получили две копии. Теперь берем первую копию, отодвигаем немножечко в сторону. Вторую копию, куда мы ее будем ставить. И теперь, естественно, мы можем ее подписать. Например, мы делаем это так. Выделяем на клавиатуре клавиша A или курсор вот черненький и нажимаем на титры, которые нам необходимо изменить. дважды кликаем и пишем, например, начало. Вторая часть прогулка и третья часть танцы. Мы видим, что у нас очень крупный шрифт, поэтому даже некоторые иконки у нас друг на друга зашли и горят красным. Это означает, что если мы таким образом оставим их, то просто-напросто эти кнопочки не будут нажиматься в DVD-проигрывателе. Мы выделяем вновь на клавиатуре кнопочка V, курсор обычный, и отодвигаем друг от друга эти элементы, чтобы они у нас не соприкасались между собой. Когда мы получили такого рода распределение, мы еще разочек подредактируем наши титры, поскольку они выглядят нелепо. Еще раз нажимаем на клавиатуре клавиша A и теперь просто двигаем, как нам необходимо, наши титры. Так, тут у нас ошибка, мы ее сейчас исправим. Вот, с этим мы разобрались, отредактировали тексты. Теперь, что мы должны сделать дальше? Мы можем переключиться в главное меню, дважды кликаем на него в окне Project, и вновь видим, что у нас опять белый фон, который нам необходим, или любой другой фон, чтобы программа видела. И делаем то же самое, что мы делали с меню разделов, выделяем в окне Properties, мы выделяем вкладку Motion, нажимаем на скрученную пружинку видео, зажимаем левую кнопочку и переносим эту пружинку на файл, заготовленный заранее. Это у нас меню, главное, меньший размер. Вот в данном случае. Мы бросаем сюда и видим, что у нас появилось в окне просмотра, мы это все видим. Но опять-таки, оно статичное, не анимированное, пока мы его не просчитаем. С аудио мы делаем то же самое. Зажимаем левой кнопочкой, берем резиночку и тянем его на нашу мелодию. В окне лоб Forever у нас стоит. Теперь, в данном случае, в анимированном фоне, у нас вот в середине этого сердечка будут кружиться молодые. Поэтому нам нужно, чтобы титры, вот эти кнопочки, не мешали нам смотреть на эту красоту. вновь нажимаем на клавиатуре клавишу A. В принципе, обычный курсор, клавиша V. И переносим наши кнопки в другое место. Тоже можем включить просмотр маркеров красненьких. Мы нажимаем, чтобы они высветились, чтобы мы видели, где будет нажиматься это на DVD-проигр. и теперь нам необходимо кнопочки настроить. Мы нажимаем на кнопочку выпуск, первая кнопочка, и идем в окно Properties, Basis. В графе Link мы выбираем у нас тут Not Set стоит, мы выбираем вот этот треугольничек и выбираем, куда же будет ссылаться эта кнопка. При нажатии на кнопку пуск нам необходимо будет выбрать нашу часть, вот первая часть у нас, да, это главный файл, Chapter 1. И здесь мы ничего больше не пишем, поскольку мы собираемся сделать так, чтобы при нажатии на кнопку пуск у нас безостановочно прошел файл до самого конца, поэтому мы больше нигде никаких обозначений не делаем. На кнопке Сцена мы ее тоже нажимаем, вновь в графе Link выбираем, куда будет идти ссылаться эта кнопка. Она будет ссылаться на меню разделов и будет ссылаться на первую кнопку, начало. Это мы сделали. Теперь переходим в меню разделов, вновь кликаем дважды в окне Project. Выбираем каждую из кнопок и тоже делаем то же самое с ней. Первая кнопка у нас будет ссылаться на нашу часть, первую часть, Chapter 1, первая часть. И сразу же видим, что появилось у нас здесь в окне просмотра. Картинка, которую мы заранее приготовили. Вторая часть выбираем. вновь. Chapter 2, третья кнопочка, Chapter 3. И еще есть одна кнопочка, вот эта стрелочка, это возврат в главное меню. Мы так это и обозначим. Меню, главное меню на кнопочку пуск. Меню мы оформили. Теперь нам необходимо оформить еще заставку нашу. Для этого мы должны ее выбрать в окне Project. Вот у нас заставка. Мы должны нажать правой кнопочкой нефтаймлайн. Поместили на таймлайн. И после этого мы заходим вот здесь у нас тоже есть вкладка таймлайн. Переходим в эту вкладочку, нажимаем на заставочку, правой кнопочкой выбираем Set as First Play. Это будет означать, что при вставлении диска будет сразу же проигрываться наша заставка, после чего уже будет начинаться фильм. Но для того, чтобы начинался фильм сразу после заставки, нам необходимо это тоже указать. Итак, вновь переходим на вкладку Properties, выбираем Add Action, то есть по окончании заставки что будет происходить. У нас ничего не указано, а мы выбираем. У нас будет сразу появляться наше главное меню на кнопочку Пуск. И для удобства, чтобы нам было удобно во время проигрывания видео, если мы захотим нажать на кнопку меню на пульте, то мы тоже должны указать, что будет появляться. Мы точно также указываем главное меню кнопочка Пуск. Итак, это мы указали. Еще раз просматриваем, все ли мы правильно сделали. Теперь, для того, чтобы мы увидели наше меню и вообще просмотрели, что у нас получилось, нам необходимо просчитать и нажать превью. мы нажимаем файл, рендер, моушен, меню. Сейчас будет программа просчитывать меню, для того, чтобы она нам сразу показала это меню и что будет дальше. Мы нажимаем вот на этот квадратик превью. То есть, это означает, что он нам покажет, даст просмотреть, что мы сделали до этого момента. два два три два три Меню тоже занимает достаточно много места, поэтому при подготовке файлов для меню нам необходимо как можно сильнее сжимать эти файлы, потому что мы должны рассчитывать место. Например, на DVD-диске у нас 4,7 гигабайта, а нам необходимо заполнять 4,3, не больше, поскольку если запишется край, то, возможно, будет плохо проигрываться или возникать какие-то ошибки, поэтому больше 4,3 гигабайта нам даже не советуют наши программы этого делать. Для того, чтобы рассчитать все верно, необходимо, естественно, основные файлы просчитывать правильно, чтобы они как можно меньше месяца занимали, то есть не больше, например, 4 гигабайт. Для того, чтобы у нас еще оставалось вот эти три соты на меню, на мелодии, которые мы можем создать, то есть на заставке, то, что займет место на диске. Об этом нужно заранее думать. Все. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Мы видим, что уже заканчивает потихоньку, просчитывать бывает очень долго, занимает времени, много, потому что очень объемное меню. Итак, мы видим, что у нас сейчас произойдет. Увидим нашу заставку. После заставки должно начаться наше видео. Вот сейчас мы видим, что просматривается движение в нашем фоне. И играет музыка, то есть все как положено. Ну, теперь мы можем немножко проверить наше внимание. Например, нажимаем на кнопочку «Пуск» и смотрим, что происходит. Начинается фильм. Если мы нажмем на кнопку «Возврат» на меню, то мы получаем то, что мы хотели. То есть пока все правильно. Связи сделаны абсолютно правильно. Нажимаем на кнопочку «Сцены». Видим три нашей сцены. Все моргает. При наведении нашего курсора сразу загорается красным цветом то, что мы хотели. Точно так же анимированный фон. Плавают у нас тут звездочки. Все красиво, мелодия играет. Пробуем одну нажать, например, сцену. Идет фильм. Мы вот захотели, например, нажать на «Возврат» на меню.